Добрый вечер, седрый вечер, добрый вечер, седрый вечер, здоровья, к вам, чьи дома ваш вам, добрый вечер, седрый вечер. Открывайте ворота, в дом заходит каледа, сеет, веет, посыпает, с праздниками поздравляет. Чтобы удача следом вошла, первым на порог обязательно ступает мужчина, в этом случае будущий. В руках традиционная рождественская звезда, почти что вифлеемская, тоже благие вести несет и добра хозяевам желает. Без калядок, святки, несвятки, давнюю традицию помнят и сейчас. Крупа, говорят, подойдет любая, лишь бы качественная, хорошая. Главное, чтобы она была целая, не дробленная, не кусочками поломанная. То есть использовалось и рис, и пшено, и ячмень, все, что было целое, все, что было доступно. Куры рябые, не пойте рано, святой вечер, добрый вечер. За стол садились никто куда хочет. Каждому родственнику и гостю свое место отводилось. И это не хозяйские прихоти. Также традиция, чтобы в новом году все сложилось. Во главе стола незамужняя девушка. Почему во главе? Чтобы удачно вышла замуж. По левую руку от нее ее лучшая подружка, а по правую руку хозяева. А от хозяев по правую руку молодежь, девчонки, мальчишки и самые близкие родственники. Зимние святки – повод всем вместе собраться. Родным, друзьям, соседям. Душевно побеседовать, спеть и, конечно, до отвала наесться. Пост позади, ограничивать себя не нужно. Чем больше на столе яств, тем богаче и урожайнее будет год. Успевали, к слову, не только повеселиться. Святочные дни, время делать обереги. Мастерили их женщины для дома или на подарок. Иголок и ножниц не использовали. Ткань рвали на кусочки руками. Внутрь помещали вату, душистые травы или крупы. Так рождались мотанки берегини, солнцевороты, козы. Либо ходили ряженые, которые перевоплощались в козу. Надевали маски, надевали шубы, выворотом. Либо делались вот такие куклы из соломы. Они обозначали изобилие, достаток, богатство. Коза, она была очень плодородной, плодовитой. Такой задиристой, веселой. Веселые, сытые, гостеприимные. Такими святки были когда-то. Для многих остаются и сейчас. Времени их отмечать еще достаточно. Гуляния продлятся до 19 января. То есть до крещения. Анастасия Синица, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова